Девушки отдыхают Сегодня мы снимем профессионально, круто И гость у нас сегодня весьма крутой ресторатор 130 с небольшим ресторанов Мы обсудим, как перейти состояние 1-2 ресторана В состояние 100 ресторанов Нашего сегодняшнего гостя зовут Алексей Павлов Пойдемте с ним познакомимся Первый год, когда я открывал эти 14 ресторанов Это самые счастливые годы моей жизни были Все зависит от людей Я решил, что для меня важно сфокусироваться на самом главном Моя задача сейчас делегировать все процессы, которые будут меня отвлекать Самое важное, это не жадничать Нет цели именно заработать деньги Есть цель построить что-то такое невероятно грандиозное Как ты дома принимаешь гостей? Ты от гостя облизываешь вообще там с ног до головы, да? Так вот здесь ты должен себя чувствовать, как будто к тебе пришли домой Там 5-6 лет уже, я реально в потоке И я иду, 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 иду Меня не остановить Если вы думаете открыть автомойку или ресторан Я вам рекомендую открывать ресторан И вот почему Смотрите, какая красота Я полетел в Москву, но понял, что забыл видеокамеру в офисе Пришлось в 4 утра приехать в офис за ней И впервые в жизни я застал такую сказочную красоту урбанистическую Это будет 47-й перелет в этом году Мы едем снимать ресторану Куценко Курочку Он открылся неделю назад Походим, посмотрим по нему И также у нас запланирован день с Алексеем Павловым Основателем Суши Мастера Поехали, катаемся с ним на его Феррари Говорят, он купил недавно Феррари И поговорим о том, как масштабировать ресторанную сеть Завтра и послезавтра мы примем участие в двухдневном PI-планнинге Посвященном планированию следующему спринту разработки Айка Будет очень интересное мероприятие Мы сейчас пытаемся собрать разные практики управления продуктом И создание лучшего IT-продукта Чтобы Docs&Box был еще круче И вот Айка пригласила нас поучаствовать в их внутренних процедурах С целью самообучения Потом они к нам приедут Посмотрят, как у нас все устроено Чтобы от нас что-то перенять В общем, будет крутой выпуск Не переключайтесь Ну, это понятно, что переезд в Москву Это не просто какая-то влаш А тупо оптимизация логистики Я посчитал, что если все-таки жить в Москве То, во-первых, не нужно будет летать в Москву каждую неделю А, во-вторых, из Москвы, в принципе, куда угодно Летать гораздо проще Я, в общем, практически принял это решение Осталось продать это решение жене Наверное, надо летом переехать в Москву Привет! Да, привет! Рад тебя видеть, доброе утро Слушай, у меня к тебе сегодня огромное количество вопросов На тему того, как сделать из одного ресторана 100 Я думаю, что будет символично, если мы этот разговор проведем У самого известного начинающего ресторатора России На текущий момент У Ромы Пуценко Заодно покушаем эту курицу Про которую уже весь Инстаграм и Ютуб все уши всем проружжал Ну что, поехали? Погнали клюнуть? Давай, поехали! Алексей, судя по Инстаграму, твоя команда активно участвовала в запуске Да И ты тоже лично Да, я помогал Роме Что говорят местные? Люди много денег потеряли в бизнесном, зачем что в рынке из-за закрытия? Не могу сказать Не общался, честно говоря Но я думаю, что, конечно Сколько они? Недели две, наверное? Три, да Три недели они работали, конечно Кстати, зачем активно соцсети развиваешься, какая цель? Личный бренд Сейчас, в будущем, только вот это На вот это будут смотреть Если ты успешный, известный в плане личного бренда То у тебя любой проект, который ты будешь запускать, они будут взлетать Далеко ходить не надо Это Тимоти, да? Старбургер Поэтому сейчас надо именно фокусироваться на Инстаграме И прокачивать, прокачивать, прокачивать Суши мастер повышается через Инстаграм? Работаем, да Да, конечно Наверняка тебе личный бренд помогает привлекать инвестиции Ну, в том числе, да? То есть люди охотнее Конечно Но при этом я слышал такое мнение, да? Что, типа, когда первое лицо компании все время там в Инстаграме Что, типа, когда в чем-то работает И, типа, наоборот, это неамериканно без всего Как бы я основатель, я лицо компании Но я занимаюсь именно развитием сети Я там приехал Моя задача какая, допустим Вот пример Польши, да? Я приехал со своей командой Мы изучили рынок Мы поняли, какой продукт им нужен Приехали со стартап-команда Запустила первый ресторан, да? Все Отладили все бизнес-процессы Все-все-все Все, передали Алексу Моя задача запустить и передать Алексу То есть такой стартап Сделать первую итерацию А скажи, чем вообще отличается Суши мастер в Польше от российского? Да, я бы не сказал, что прям чем-то он отличается Такие же люди, они так же и потребляют японскую кухню То есть, единственная там разница в чем У нас, допустим, наши русские люди, да? Они не любят роллы с прилавка брать, да? То там совсем наоборот Там спокойно То есть там они спокойно, да? Там они подошли, взяли коробочку себе Там набор какой-то или еще что-то И все У нас в стрит-маркете без проблем берут еду Нет, именно если брать там формат суши маркета, да? Где там поштучно можно брать То это да, у нас работает А именно когда просто лежат коробочки То оно уже не так Ну, этот бизнес не рабочий У нас сетей ресторанов, у которых больше 100 ресторанов В России, по-моему, там, ну, меньше 20 Да Вот как тебе? За сколько лет тебе удалось попасть в топ-20 ресторанов страны, получается? Первый ресторан я открыл в сентябре 2013 года 100 ресторанов было в 2017 году Вот как ты понял, что вот это будет большая сеть? То есть, как раз начиналось уже с одного ресторана? Я понял тогда, когда открыл третий или четвертый Я всегда был масштабным человеком Я всегда мыслил масштабных А чем ты до ресторанов занимался? До этого у меня были сервисные центры по ремонту цифровой техники Как раз-таки их я всегда хотел масштабировать Но у меня почему-то не получилось Потому что были проблемы с мастерами Я сейчас уже анализирую Что если бы я на тот момент сделал бы школу мастеров То я бы мог осуществить свою цель И сделать сеть сервисных центров Но почему-то тогда я этого не сделал И, соответственно, когда я начал масштабировать И столкнулся с проблемой с мастерами Не мог много набирать хороших обучайников? Не, невозможно, да Все хорошие мастера работали на себя Я такой человек Что я не люблю операционку Я сам человек-предприниматель Я люблю постоянно новое, новое, новое Люблю обновляться Ну, у тебя партнер есть, да? Аля, Олег, да? Который закрывает эти вопросы? Да, счастлив, что я нашел такого партнера Который именно любит операционку А на каком ресторане ты его нашел? У меня было 14 ресторанов И тогда мы остались с ними партнером А я вот видел интервью с Алексом Он там говорил, что у вас там как-то очень круто сделано Что нет управляющей компании офиса Все в скайпе живут Да, Алекс такой, да Я люблю офис, я люблю именно взаимодействие Мне нужна вот такая А ему достаточно, он привык работать на скайпе Он же в Америке живет уже летом сколько? Я был у него на Новый год Я видел, как он это делает С утра просыпается, там в 5-6 утра Ну то есть он такой получается, мастер удаленного администрирования Администрирования 80-го уровня Да, да, да Сколько человек у вас получается в управляющей компании Вот на 130 ресторанов? Не могу сказать А, или ты не знаешь даже? Нет, мне это не интересно Круто Я отвечаю за развитие Я здесь в Москве Мы сейчас здесь запускаем сеть Будем масштабировать именно сушимастер здесь в Москве Чтобы здесь масштабироваться Здесь нужно сразу заходить Ну тут надо сочек 30-40 Ну только вот там в первую тарацию открыть Да, да Какая емкость у Москвы для сушимастер? Я думаю, что мы здесь сможем открыть за 3 года 150-200 точно откроют Большие города заходить нужно реально Если ты заходишь в большие города Тут ты должен сразу его закрывать Ну здесь же просто в больших городах уже Одновременно наш с вами стартанул сушишоп, сушивок И еще там несколько... Ничего страшного Всем хватит Ну, наверное, да Суши магазины такой неубиваемый формат Мне странно было, что с воками так же не получилось Потому что суши, они появились давно-давно Там в дорогих ресторанах Потом Евразия Сейчас уже Евразия вытесняется, ну, двами, да То есть сейчас такой уже, ну вот Прям в коробках с собой То есть как за батоном зайти, да Чем мне нравится этот формат? Тем, что этот формат можно масштабировать Не только в России, но и по всему миру Субтитры сделал DimaTorzok